В 10 часов 38 минут в дежурную часть по телефону 101 поступило сообщение о том, что по улице Сумская 1 в пятиэтажном доме произошел пожар. Сюда были направлены наши подразделения в количестве 12 отделений на автоцистернах, 3 автолестницы и 2 автомобиля аварийно-спасательных. С учетом конструктивных элементов этого здания медупятиэтажного, площадь пожара по приезду была в объеме чердачного помещения, мансардовской надстройки над этим пятиэтажным нежилым зданием. И площадь составляла около 300 квадратных метров. В 12 часов 24 минуты пожар был локализован. Площадь его составила, как я уже говорил, около 300 квадратных метров. Представьте, до пожара никто не пострадал, никто не погиб. Во время ликвидации пожара было приостановлено движение автотранспорта по участку улицы Сумской от театра Шевченко до начала улицы Сумской. В том числе было отключено электропитание на этом участке гор электротранспорта, потому что наши подразделения работали и устанавливали автолестницы на кровлю пятиэтажного здания с улицы Сумской, для того, чтобы не подвергать опасности пожарных. В настоящий момент проводится проливка, локальная проливка тления. Принимали участие в тушении курсанты Национального университета гражданской защиты. Патрульная полиция обеспечила нам свободную и безопасную работу, то есть, чтобы не было проблем с автотранспортом. Они регулировали объезд этой территории, которая была огорожена. В том числе патрульная полиция занималась безопасностью граждан, которые могли оказаться на той или иной стороне улицы, потому что шла ликвидация, они занимались безопасностью граждан. На данный момент работает оперативная группа главного управления, возглавляет ее начальник главного управления Волобуев Александр Васильевич, в том числе сейчас уже начала работать и группа правоохранительных органов по установлению причины возникновения пожара. Это центр города Харькова. Здесь внутренние перегородки и перекрытия зданий, деревянные с пустотами от подвального помещения, в том числе и в объемы тердачных помещений, это что позволяет огню очень быстро распространяться. Мы знаем такие примеры пожаров, когда практически полностью выгорали эти здания старых построек. Здесь пожарные сработали четко, слаженно, выполнили свою работу на отлично. Я имею в виду в том плане, что в каком объеме они приняли пожар, в таком объеме они его и в данный момент ликвидируют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok